Итоги уходящего вторника Каково это чувствовать чужую боль, как свою? Маленький окурок, но большая трагедия. В Бобруйске спасли пенсионерку. Вор хоть стены оставляет, а пожар – ничего. Кто забил в колокола? Нерыбный день. В Беларуси введен запрет на ловщуке. С нарушителя взыскивается вред в тройном размере. Во сколько обойдется незаконное хобби. А также январский топ, репетиционное тестирование и первое подорожание. В стране выросла стоимость автомобильного топлива. Насколько? Только достоверные факты. Президент провел совещание с членами Совета безопасности и руководством Совмина. В центре внимания ситуация в Украине. Александр Лукашенко представил подробный анализ предпосылок нынешних событий, а также обратил внимание на спекуляции в СМИ и интернет-пространстве. Особо отметив, давать оценку происходящему надо только на основании достоверных фактов. Глава государства сделал акцент. Беларусь не планирует участвовать в спецоперации в Украине. Мы и сегодня делаем все, что в наших силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и остановить кровопролитие. И мы, белорусы, как никто другой, готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно. Создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели – мира в регионе. Я рад, как и вы, наверное, что в ходе телефонных разговоров вчера – это сутки, ночь и день. Накануне референдума и в день референдума. С Зеленским и Путиным удалось, это было непросто, по разным причинам, организовать эти переговоры на территории Беларуси. На родной и для Украины, и для России, белорусской земле. Лично гарантировав их безопасность и обеспечение всем необходимым. Ждем результатов. Состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, дипломаты говорят, внушает осторожный оптимизм. Белорусский лидер подчеркнул, в целом же нынешняя ситуация стала прямым следствием безрассудной политики Запада. Она направлена на продавливание своих интересов, в ущерб безопасности других. Пагубная привычка. Непотушенная сигарета снова стала причиной пожара. На этот раз Нарокоссовского. Из огня спасатели вынесли пенсионерку. О подробностях жаркого вечера Ольга Васенда. Последний день зимы Нарокоссовского, 56, чуть не обернулся настоящей трагедией. В 11-м часу вечера Валентина Иванова готовилась ко сну. Говорит, почувствовала неладное. Вышла на лестничную площадку, кругом серые клубы. Тут же забила в колокола. Горела. Вот ДВП, наверное, она не так горит, а как идет вот этот дым. Дым, такой дым, как повалил дым. Вы посмотрите, что тут делается. Это очень, не дай бог. Вор хоть стены оставляет, а пожар ничего. Пожар произошел на втором этаже в соседней квартире. Там проживает пенсионерка. В этот роковой вечер ее жизнь висела буквально на волоске. Женщину спасатели обнаружили на полу, вынесли на свежий воздух и передали медикам. Из-за обгоревшей проводки несколько квартир остались без света. Экстренные службы уже занимаются восстановлением электричества. А вот приводить в порядок квартиру, где произошло ЧП и общий коридор, придется не один день. Всему виной в один голос, твердят соседи, пагубные привычки. Пенсионерка, говорят, любительница выпить и покурить. Уничтожен шкаф, находящийся в коридоре, закопчены стены и потолок в квартире. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Вероятнее всего при курении. Еще одно ЧП произошло на Ульяновской. На номер 112 позвонил случайный прохожий. Здесь через белый дня из-за аварийного режима работы электрической сети загорелся форт Мондео. Благо, как и в предыдущем случае, обошлось без пострадавших. Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Положительная тенденция, отмененные рейсы и школьные испытания. Третий этап репетиционного тестирования начнется 10 марта. Какие изменения ждут абитуриентов? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 96%. Уже в этом году его планируют ввести в промышленную эксплуатацию. Свежее ядерное топливо загрузили в активную зону в декабре прошлого года. Также завершена сборка реакторной установки. Названы топ-3 отрасли промышленности Беларуси с наибольшим ростом в январе. Плюсит деревообработка и выпуск лекарств. Традиционный драйвер IT-отрасль. Положительные тенденции и в сфере услуг. Слово Минэкономики прогнозирует оживление туризма. В стране 10 марта начнется третий этап репетиционного тестирования. Он продлится до 21 апреля. Со следующего года для 11-классников ведут выпускной экзамен. Совмещен СЦТ по русскому или белорусскому языку и математике. А испытания по истории Беларуси планируют проводить в 9-м классе устно. В стране подорожало автомобильное топливо. Стоимость выросла на 2 копейки. 92-й теперь стоит 2,02. 95-й идитель 2,12. 98-й 2 рубля 34 копейки. Это первый рост цены в 2022-м. Белави отменила рейсы из Минска в Краснодар и Тель-Авив. По измененному расписанию выполняются полеты в Стамбул, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Ереван, Баку, Алматы, Сочи, Дубай. По запланированному в Москву, Санкт-Петербург, Ташкент и Нур-Султан. Под влиянием градуса. С приходом календарной весны автовладельцы могут переобуть свои машины. Тем не менее, госавтоинспекция рекомендует не спешить менять зимние шины на летние. Лучше дождаться стабильной температуры выше 7 тепла. Синоптики не исключают, в апреле-майе может выпасть снег. Не делать резких маневров, перестроений, резких торможений. Будьте внимательными и аккуратными при проезде путепроводов, мостов, а также при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам. В ближайшие сутки в стране ожидаются температурные перепады. Из-за этого на отдельных участках дорог возможно гололедица. Также напомним, с первого дня весны наличие ТО у водителей проверяют не только инспекторы ГАИ, но и камеры фотофиксации. Если раньше штрафы приходили только за превышение скорости, то теперь их можно получить из-за отсутствия техосмотра. В паспорте целый век, а в душе все так же 20. Ветеран Великой Отечественной Екатерина Богдан отмечает 100-летний юбилей. В памяти женщины ужасы войны и ликование победы. О свидетели истории Татьяна Горбач. Столетняя Екатерина Богдана радушно принимает гостей. На платье юбиляра – медаль за боевые заслуги. Поздравить ветерана Великой Отечественной в этот день приходят не только дети, внуки, и правнуки, но и руководство города. В качестве подарка – роскошный букет, именинный торт, речной пейзаж и искренние пожелания в адрес хозяйки дома. Это юбилей, который заслуживает внимания не только близких, родных, но, конечно, органов исполнительной власти. Это период времени, за который было все. И исторические события, и радости жизни пришли с одной целью – пожелать, прежде всего, здоровья. И обязательно того количества правнуков, внуков, которые есть, чтобы их становилось все больше, больше и больше. Екатерина Дмитриевна родилась в селе Вышеславское Владимирской области в многодетной семье. В 1940-м поступила в Ногинскую фельдшерско-акушерскую школу. Окончить ее помешала Великая Отечественная. В феврале месяце 42-го года их досрочно выпустили всех. Выпустили, и сразу они пошли в военкомат и пошли на фронт. Но маму взяли, она говорила, не могли еще особо уколы делать, что-то ухаживать за больными. Но пришлось идти. Смертельная опасность, голод и изнурительная работа. Шел 42-й. Екатерина Богдан трудилась на фронте медсестрой в госпитале. Ухаживала за ранеными в тяжелейших условиях. Сопереживала и чувствовала чужую боль как свою. Позже, под впечатлением тех дней, написала стихи. Сестра в белоснежном халате к больному бойцу подошла. А здравствуй, родимый, глубока ли рана твоя? Война закончилась, но советские солдаты еще долго восстанавливали здоровье в госпиталях. В одном из них продолжала работать наша героиня. Демобилизовалась лишь в 47-м. Там она встретила и своего будущего мужа. Пара уехала на родину супруга в Бобруйск. С 52-го по 83-й женщина трудилась медсестрой в железнодорожной поликлинике. Коллеги-путейцы не забывают. Большая честь 1 марта, сегодня такой красивый день, прийти к этому уважаемому человеку. Ну и сказать ей большое спасибо за работу. Ну и поблагодарить и пожелать самое главное еще и долгих-долгих лет. Екатерина Дмитриевна много сил отдавала семье. Вместе с мужем воспитали трех дочерей. Своим главным богатством считает 6 внуков, 8 правнуков и одну проправнучку. Женщина стала для них не только образцом заботы, но и примером. Многие связали жизнь с медициной. Мы записываем рассказы, воспоминания тех, кто остался еще. И хочется, конечно же, чтобы и молодежь побольше приходила, и разговаривала, и слушала, и слышала, о чем говорят наши ветераны. Безвозвратно уходит целая эпоха. А вместе с ней поколение мужественных людей, которые на себе испытали все ужасы войны. Список становится все короче. Сегодня в Бавруйске осталось всего 54 ветерана. Трое перешагнули 100-летний рубеж. В год исторической памяти особенно важно не только дарить им заботу, но и успеть поговорить. Узнать всю правду о победе советского народа. Татьяна Горбач, Павел Зуев, Бабруйск-360. Золотая рыбка. В Беларуси введен запрет на ловщуке. Исключение – Витебская область. Это связано с началом нереста. Сразу после таяния льда пресноводная рыба откладывает икру на небольших глубинах. В такой период, отмечают специалисты, щука становится особенно беззащитной перед человеком. Штраф до 960 рублей. В случае незаконной добычи щуки обыкновенный данный период с нарушителя взыскивается вред в тройном размере, что составляет 9 базовых величин за одну незаконно добытую особь. В том случае, если вред окружающей среде в результате незаконной добычи будет причинен в 100 и более базовых величин, наступает уголовная ответственность. В рыболовных угодьях запрещается забирать щуку в качестве улова. При поимке ее следует незамедлительно выпустить обратно в водоем целой и невредимой. Ограничения действуют до 15 апреля включительно. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok